Я никогда ни у кого ничего не просил. Я никуда не приходилось снимить у меня. Я просто все делал для того, чтобы меня заметили. Не специально, я не пытался, я не петрушничал. Я просто с любовью отношусь к тому, что я делаю. А когда эта любовь проходит, я перестаю это делать. Ну, все временно, мы здесь временно, да, поэтому делать что-то одно всю жизнь, это для меня неинтересно. Ну что, на свободу? С чистой совести. Коля! Коль! Главное в нашем деле бдительность не терять. Спрашивают тоже, а вы не боитесь вот улицы разбитых фонарей навсегда остаться? Я говорю, нет, не боюсь, потому что это уже не так. Мне кажется, что если артист, артист его заметит. Мне просто повезло, у меня такие работы были. Улицы разбитых фонарей, потом солдаты, которые, ну, вся страна смотрит. Потом этот код апокалипсиса, который пересмотрели все. Опа! Что? Я мышь. Компьютерная. Вообще-то я Антон. Оскар Кучера – профессиональный музыкант. Уже около 25 лет он пишет песни. У него есть свой музыкальный коллектив, с которым артист выступает на концертах. А также Оскара уже несколько лет активно пишет музыку к фильмам. У меня классическое музыкальное образование. У меня классическая гитара, музыкальная школа. Сольфеджио со всеми делами, с нотами и джаз-роковая. Я музыкант. Я пишу очень много. У меня, может быть, нет дирижерского образования, но у кого оно есть? Я слышу музыку. Я могу ее, ноты складывать в мелодию. У меня нет образования поэтического. Но это мне не мешает писать хорошие стихи. Улицы разбитых фонарей Белыми окрасились ночами Словно начиная все сначала Задышали тысячи свечей Улицам разбитых фонарей в 2004 году я написал музыку. Я до этого хотел, но просто возможности не было. Я просто написал песню заглавную улицу разбитых фонарей. Она понравилась, ее взяли. В картине «Парадокс» я написал все песни. Там их штук семь, по-моему. Я просто предложил, говорю, давайте я музыку напишу. Он говорит, попробуй. Я написал к следу «Саламандры» песню, которая сейчас вот стала даже популярной, не вернуться. Вообще случайно. Нужна была песня у костра. Я говорю, давай мою. Да? Я говорю, я сделаю. Я написал, сделал ее на дурабе вообще. Вот. Но потом уже в аранжировку она пошла. То, что сейчас вот там на радио играется, на телеке. А сначала она вообще на дурабе была. Это на узбекском. Ну, я ноты знаю, поэтому мне проще. Я знаю, где что зажать, чтобы звук извлечь. Прошения уже ни к чему. Я просто лишь прошу об одном. Этот вечер провели со мной. Мне пришел режиссер, замечательный. Дэвид Ронин. Сказал, я хочу песню, как вот «Три белых коня». Вот такую. И я за час ее написал. Прям. Я сделал парафраз такой. Там было. По тундре скакали три белых коня, Звеня бубенцами и грива. Возница лихой папиросой дымя. Ласкал им поводьями гривы. Ну и дальше песня. Ну и так вот родилась она. Ну то есть была идея. Я показал ее. Сказал, круто, все, мы ее пишем. А я ему написал семь песен. Ему понравилось. Хочешь, я тебе сейчас это? Сейчас, мы что-нибудь здесь? А ты споешь что-то, да? Ребза, давайте что-нибудь вместе. Я обожаю петь, я обожаю петь со сценой, я обожаю писать. И я когда пишу, я слышу, как это должно звучать. И мне очень хочется поскорее это воспроизвести. И я отдаю аранжировщикам, рассказываю идею, они аранжируют. Я отдаю коллективу, коллектив начинает звучать. И у меня оргазмическое удовольствие в этом смысле я получаю, когда вот это все начинает дышать. Сейчас Аскар Кучера не только активно снимается в кино и играет в театре, но и ведет на телевидении очень популярные и любимые зрителям программы. На НТВ кулинарный поединок, а на телеканале ТВ-3 новое шоу фокусников «Удиви меня». Мне безумно нравилось, как вел Дима Назаров. Мне безумно нравилось, как вел Миш Пореченко. Когда мне предложили, вокруг меня образовалось такое кольцо, когда люди говорили, да, вот у нас тут сейчас это, ну вот Мишка, конечно, вот он классный был такой. И у меня это просто все. И я боялся так, как я даже не могу передать. Я не боялся быть хуже, я боялся навредить, сделать плохо. Потому что быть хуже, лучше, это, знаете, в этом бизнесе невозможно. Ты либо хорош, либо ты плох. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, да, взаимно. Я даже Мишке позвонил, говорю, Мишень, меня пригласили, что делать? Мишке сказал, иди, будь внимателен, но иди. Потом я плюнул и думаю, слушай, я это сделаю по-своему. Я не знаю, как зрителю, я очень надеюсь, что нравится, но цифры показывают, что нравится. Люди, которые сегодня у меня в гостях, действительно достойны того, чтобы на них смотрели. Я с огромным удовольствием представляю вам, уважаемые телезрители, зрители. Замечательный писатель, прекрасный человек, которого все прекрасно знают. Я адекватно понимаю, что я хорошо веду эту передачу. Во-первых, это моя стихия. Я фанат готовки, я люблю возиться с едой. Я люблю придумывать в этом смысле. У меня своя кухня, дом. Я люблю готовить для друзей, для семьи. Конечно, лучше, чем моя жена, я не делаю, но... Я разбираюсь в этом. Я знаю поваров мировых. Я очень часто и много бываю в разных странах в ресторанах. Это мое. Я подумал просто, что мне есть что здесь сказать. Плюс у меня очень богатый опыт прямых эфиров. Чего мне бояться? Аняна думает, что мы ее не видим. А мы же делаем, если мы ее не видим. Ой, кто это здесь? Я туда шагнул. Сейчас мы получили тот кулинарный поединок, который мы получили со мной. Когда гости ко мне приходят и говорят, ой, я у вас уже один раз был, я говорю, это неправда. У меня вы еще ни разу не были. Мне это нравится. Очень, очень, очень. Что касается «Удиви меня», этот проект вообще удивительный. Потому что когда Женя Бенов, продюсер наш, замечательный человек, он пришел ко мне с горящими глазами и говорит, «Тоскар, мы хотим сделать вот такую историю». И у меня в секунду загораются глаза, и я говорю, а я могу, смотри, что. Он говорит, круто, мы это тоже будем использовать. Я говорю, а давай мы еще вот так сделаем, а давай так, а давай так. Мы встречаемся с автором, я говорю, ребята, надо нам сделать вот такие вот, чтобы это было так, так, так. Многие считают, что уличная магия начинается после взмаха палочки и волшебных слов. Здравствуйте, сержант ГИБДД Петренко. Участники нашего шоу могут удивить людей, не прячась в кустах и не требуя за фокус 500 рублей. Все, что происходит на сцене, я придумываю вот здесь и сейчас. У меня есть концепция, у меня есть идея. Есть какие-то домашние заготовки, безусловно, да, то есть я знаю, вот было бы неплохо вот этот фокус показать там или вот эту штуку. Но в основном это все обыгрывается, все, то есть не всегда там я, например, думаю, вот сейчас я фокус монеты покажу. Думаю, выхожу на сцену и понимаю, что мне его даже впихнуть некуда. Ну что, сказать, давайте я вам фокус покажу? Нет, оно же должно быть в контексте. Поэтому в основном это все импровиз. Хочу снять как режиссер что-нибудь. Просто пока не нашел того сценария, который бы я вот стопроцентно знал и двигал бы. Может быть слабо ищу, скажу честно. У Левитанского, помните, замечательные стихи были. Каждый выбирает для себя. Женщину, религию, дорогу, дьявола, служителя, пророку. Каждый выбирает для себя. И финальный четверостишья, финальная там была. Каждый выбирает для себя. Выбираю тоже, как умею. Никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя. Так что мы сами кузнецы собственного счастья. Редактор субтитров А.Семкин